Всем привет-привет! С вами канал Artmania! Смотрите какая у меня кофточка интересная. Никогда я не носила, а вот видно. Она чуть ниже колена, в принципе такая нормальная. Есть кармашки на пуговичках, очень удобные. Прям вот после души можно ее одеть. Сегодня я в такой кофточке с хвостиком. Сделан хвостик. Правда, конечно, волосы у меня совсем не такие, как были раньше. Они все равно ужасные, хотя я, кстати, пропила Эксперт волос. Но что-то... Вот тут они становятся густые, а здесь вот что-то не пойми как. Ну, ладно. Со временем, да? Да. Так, сегодня мы с вами снова встретились на кухне. И что же мы на кухне делаем? Сегодня мы с вами будем готовить зразы, по-моему это называется. Я ни разу в жизни их не делала, но я визуально немножечко помню, как делала мама. Честно говоря, я даже не знаю получится у меня или нет. Но тут у меня уже есть фарш. Мы делали перчики из него. Яичко. Одно вот есть. Дима второе чистит. И сверху мы хотим его полить вот таким вот соусом чесночным. Все? Почистил? Да. Молодец. Из ручки, по-моему. Вот таким соусом. И, наверное, сейчас сразу на него с вами сделаем обзор. Конечно, надо было сделать заранее. Но это что-то в последний момент только вспомнила. Так, там у нас Димочка. Так, давайте его, наверное, попробуем. Давайте посмотрим, наверное, что это сразу. Так, на три килограмма мяса сливочно-чесночный. Там вот состав есть. Сейчас мы еще с вами почитаем. Что делать? Это я на классу, чтобы было удобнее есть. Так, давайте состав. Чеснок, е-добавки, что-то там все плохо видно. Две е-добавки. Короче, там что-то, ладно. Я сейчас, если начну читать, это будет очень долго. Смотрите, сфокусируется. О! Стоп! Нажмите и прочитайте. Наверное, сейчас все это затянется. Поэтому мы не будем с вами его смотреть. Ну, кстати, он очень классно пахнет. Его мама сначала моя купила. Потом я его в магазине увидела. Пошла я мясной. О-о-о-о-о! Он офигенно! Просто офигенно пахнет! Так он выглядит. А я дай понюху. А-а-а! Ух ты! Не знаю, интересно, его можно есть просто так? Ну, как это соус же считается. Сейчас. А, вот. У нас такая ложечка. Сейчас мы туда залезем. Вот. И попробуем. И я так же давай попробую. Ммм! Вот такой соус, чеснок, но он пересоленый. Он сильно-сильно пересоленый. Ну, не сильно, но пересоленый. Мы видим, это для мяса. Плюс там мясо. И получается, в принципе, что-то такое нормальное. Так. Ладно, приступим к нашим зразам. Сейчас я ложечкой перемешаю фарш. Дима, куда-нибудь дейся. Иди вот тут вот, сядь. Тебя вот тут будет видно хорошо. Возьми аккуратно табуреточку. Табуреточку возьми. Дима! Ты куда пошел? Она где? Вон она стоит. Тогда я садину камеру. Давай я подожду. Аккуратно. Вот. Видишь? Тебя хорошо видно. Кстати, смотрите, Дима у нас подстригся. Так получилось, что сначала его подстригла бабуля. Какая? Лиля. Бабуля Лиля. Она стричь не умеет. И получилось, что там обстригла вообще просто не пойми как и что-то было непонятное. Вот я, знаете, честно не понимаю. Если ты не умеешь стричь. Зачем ты стригешь, если ты не умеешь этого делать? Зачем? Кто? И у Димы было прям вообще непонятно какая прическа. Ощущение было, как будто он сам себя постриг. Да. И потом моя мама взяла его и отвела в парикмахерскую. И говорит, сделайте что-нибудь. То, что было ужасно. В парикмахерской сказали, что ничего сделать не могут, но попробуют. Ему сзади немножко ежичек на свет поставили. Но это уже у него обросло все. Теперь он стал похож на мальчика. Ставим? Да. Был у нас как-то похож на девочку. Хоть я и в ролике, кстати, подписывала. Дима там что-то делает. Дима, Дима. В комментариях все равно писали, ой какая девочка красивая. Да? Да. Я думала, да что ж такое. Раньше я замечала, потом я перестала. Так, беру такую форму. Сейчас мы на мясо выкладываем. Я хочу еще добавить помидорку. И, в принципе, хватает. Помню, что яички вот так вот выкладываются. Вот так вот они. Пока естественно выглядит это. Еще одно яичко не хватает. Так. Помидорку надо. Нет, просто помидорка одна есть. Я хочу сделать с помидоркой и чесночком. Наверное. Не знаю, стоит чеснок брать или нет. Может не стоит. У нас такие звуки на улице странные. Вот так вот положим сверху на яички. Да. И он там зирей бьет какой-то рыбалкой. Сегодня мы уже сходили зимой к урологу. Планово. Планово надо было попасть. Да? Да. Письку показали. Но это было не обязательно говорить. Да. Это было совсем не обязательно говорить. Что ты там показывал. Уролог это и так понятно. Если у нас у девочек это гинеколог. Если у мальчика то разрезать его. Да. Да вот так. Ты будешь вытаскивать курицу. Вот так. Курицу. Ну в которую это. Или поместится. Или поместится. Я помню, что у мамы были целые яички. Мама ковала. И сверху были. Да. Она была сверху кругленькая. Я помню, что это было вот так. Кстати, фарш очень-очень безумно вкусный. Она у меня уже с рисом. Потому что я делала типа как ёжики. Я сюда делаю фарш с рисом. Он получается очень мягкий. А, ну в принципе хватает кстати. Я думала мне не хватит. Думала половина. А вам не видно что ли? А вам еще и не видно нифига не. С чего она там скажет? Сидятесь там и думаете, что она там делает? Какие там нафиг зразы еще? Кто за вас? Зразы это называется по-моему. Вот. Обходим с Димочкой врачи. Димочка, мы снова собираетесь попытаться походить в садик. Мы как раз в прошлом году ходили в сентябре чуть-чуть. Потом поболели целый год. Да? Да. Дима у нас болел вирусной инфекцией опять недавно. Потому что баба Лиля его возила на детскую площадку. Они как-то особо не смотрят за ребенком. То есть он приходит. Они руки ему не моют. Этим рядом руками уши. То есть ничего страшного в этом нет. Как бы. Ты помыл руки. Да. А сегодня все было. Ну. Сегодня пьет он песо. Пьет он меня. Мы увидели. Мастера мы увидели на дороге, которая нам делала ремонт. Я его вообще, честно говоря, не узнала даже. Просто идет на меня смотрит и что-то там говорит. Я думаю знакомый что ли. Смотрю какой-то мужик пьяный идет. Он так остановился на меня смотрит. Я тоже остановилась. Что-то лицо знакомое. Не пойму кто это. Это, оказывается, Петр. Ну это, оказывается, это. Извините, что он плохо себя вел. Да. Во. Все. Наконец-то. Какая красота у меня получилась. Оказывается. Он упал об камеру. И теперь я хочу этим соусом полить сверху. Это я засовываю. Чеснок, наверное, не буду засовывать. Лучше мы его в прикуску поедем. Так будет вкуснее, мне кажется. Мне кажется, что там получится такая красивая корочка. Так. 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 Видно? Ага. Вот. Где? Ага. 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 Короткое. Все. И теперь мы отправляем все это наше дело в духовку. Ой. У меня электрическая. У вас не знаю. Смотрите, кто делает тоже со мной. Как-то он получился просто. Ролика у меня прям нет. Неожиданно очень. Как бы я думала, что нужно записать ролик, но я думала, что наверное не буду записывать. Тут еще соседи. Да, шумнят Шумнят, да А он там В зелье падает А он может пилиться Вот и все Так, 200 Ну, на 40, наверное, 45 Да, я у себя даже поставлю, наверное, 45 минут Пускай на 45 Да, наверное, увидели, что посудомоющей машинки у меня нет Ее должны были привезти сегодня Да? Да, совсем Но, поскольку нам к 6 часам нужно было к врачу А они хотели как раз в 6 часов привезти То пришлось отказаться А попозже они уже не хотят Завтра нам тоже идти к врачу Короче, мы назначили на среду Но я не помню Среду нам идти к врачу или не идти Вот это я вообще уже не помню, забыла Так, и дальше мы с вами будем готовить соус Да? Да С такой сметанкой Даже мы с тобой, наверное, сделаем его прямо там Ты мне сейчас чеснок почистишь? Кто? Дима Почистишь чеснок Мы уже тут арбуз поели А, вот тоже его не видно Ничего Прям сюда я буду класть Сюда Хулиганится Начинает хулиганить Носиться туда-сюда Сломя голову У нас упал на коляске Да, еще из коляски сегодня зима упал у нас Первый раз такой Пока я там доставала ключи из сумки Он там вертелся так туда и сюда и прямо шлепнулся Но я его почти поймала Порвала маску Мама У нас же дети такие Мы родителям детям говорим Не делай вот так Иначе может случиться то-то, то-то Но ребят не слушает и делает И потом случается Видимо, учится на своих ошибках Слава Богу, там Дима не ударился головой Да, и Мастер тоже Да? Он на хулиганю отсюда сделал Не настолько она вкусная? Да Мастер не туда пошел Ну вот эта вот на сметану мне не нравится Мне нравится в данной деревне Варится Сметана Укропчик 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 Мы раньше с вами так же делали Помните? Йогурт откроешь, а потом Ну все Хотя, честно говоря, я не любитель Йогуртов Йогуртов именно в магазинах Я не люблю Всякие страшилки В детстве наслушалась И, честно говоря, мне вообще не хочется их есть Кого? Не важно Тебе это знать не обязательно Кому? Поэтому я всегда готовлю свои йогурты Свои мацони Так, а честная коммерка Мы, конечно, пробежали в седьмом часу Здесь мы успели только покушать арбуз И, конечно, кушному вам садиться в восьмом часу Да, мастер не туда пошел Вот Так Все, я жду твой чеснок Да А мастер не туда пошел Вот Вот такие вот у нас дела Завтра нам к какому-то врачу идти Потом нам надо сходить к эндокринологу У Димы температура вроде бы Прошла, когда Дима переболел снова Вирусной инфекцией Которая из бабы лили, цепанули где-то Ну, блин, я не знаю Они никогда не светят за ребенком Ребенок руки вросуют Там где-то лазит Дома они обувь снимают То есть, ну, допустим, вы видите, что у меня там коврика нету Не видно вам? А, ну, вот видно У меня нет здесь коврика Потому что это грязь И зачем я буду ее в постели держать? Потому что ребенок ее растащит Мы всегда раздеваемся там на улице То они раздеваются именно здесь В квартире Потом Дима там проходит руками Проползает Потом эти руки сует в рот И вирусная инфекция Ей бесполезно об этом говорить Она только не позвится Ссорится Да? Кто? Вот Вот такие у нас дела Так, кстати, мы с тобой, наверное, еще помидорочку будем кушать Тут есть помидорка, над которой Дима поиздевался, пока я отошла ножом Порезала помидорочку бедненькую, да? Да Сына, сына А, свежее Ой, как весело это, господи Веселье-то сколько Да Некрасиво, когда ты салаты не убил, я не думаю А это, будем класть, чтобы было вкуснее, будем? Да, да, да А это, почему такой понятый утек? Тебе не лазит там А там чей такой классный Мама, папа, я на... Ну что, почистим? Да, да, да А, блазец, Люцик Ой, какой у меня ребенок Все почистил Что? Граничный чётик И добавим его сейчас туда Спасибо, 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 спасибо Вкусно? У мамы рука Да Чесночок Дима Что ж ты такой? Я везде лезешь и лезешь На днях я хлеб делала И стояла мука Всегда мука стоит у меня Я заранее взвешиваю, а она у меня стоит Кто? На столе А тут Дима Пока я отошла Но я уже не думала, что он решит ее попробовать Даже мне в голову это не пришло Попробовала эту муку И я слышу, что у меня ребенок на кухне кашляет Ну прям кашляет как по-другому совсем Я бегом, 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 бегом Говорю, что случилось? Смотрю, у него рот вот тут вот белый сбоку Я думаю, пена что ли изо рта пошла? Господи, что случилось? Думаю Давай, давай Скорее Воды дала попить Попил Что случилось? Я муку попробовал Кто? Дима Кто? Про тебя рассказывай Да 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 А до этого что-то у меня Ой, что-то залезло Господи Шкаф мама перепутала Перепутала Когда болтаешь Да Я этого что-то у меня попробовала вспоминай Вспомнишь? Не перепутала 갑 therefore Ой, Попутала Попутала Ставала контейнер Тихо Ставала контейнер Соль Дима я уже не знаю сколько он съел Взял маленькую ложечку Соль съела Яisin Что случилось? я соль попробовал ой блин такой возраст пошел когда он начинает уже все пробовать я уже теперь просто боюсь это не дай бог что-нибудь оставлю тут на столе попробует соду там например да там горчичный порошок там какой-нибудь я не знаю что там еще можно стали оставить там как соседи пожалуйста шум неожиданно тишина была у нас новые соседи въехали туда наверх сверху они делают ремонт все время обалденно еще потом мы добавим туда пробчик сейчас там морозильная камера стоит камера ставьте лайки лайки ставьте напишите в комментариях какие делаете вы сметанные соусы что туда добавляете вы помимо допустим соли чеснока и укропа я думаю что там можно сделать прям вообще разнообразный но все эти годы сколько я живу я всегда делаю один и тот же моя мама его всегда делала и я делаю майонез мы есть уже перестали перешли полностью на сметанку я думаю она будет более натуральный чем у нас в сессе и салат со сметаной гораздо вкуснее так мы ждем с тобой разу че еще вам рассказать сколько у нас там минут прошло по топе час всего 25 минут еще плюс этом отрежу кусочек еще там плюс там еще вот такие у нас дела а сушатся яблоки сушатся виноград кстати нас сушила я череву еще не пробовала чай надо попробовать кстати надо заварить чай надо заварить она такая как вяжущая не знаю будет ли вкусно вон такие ягодки очень кстати много там у нас очень много груш мы привезли просто очень много груш потому что мы продали дачу груши надо собирать я заполнила весь холодильник этими грушами яблоки там тоже частями но я хочу насушить много груш на моя сушилка не справляется покупать другую я не хочу тратить больше трех с половиной тысяч но я хочу чтобы она была мощностью немножечко побольше чтоб можно было сделать пастилу например хотя честно не раз по-моему не ела даже не знаю надо ли мне не надо и с другой стороны купить обычную то есть сейчас они ломаются от перегрева то вот это у меня сутки почти работать с раннего утра до позе 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 вечера каждый день слава богу сколько лет восемь ей наверное да лет восемь я думаю когда я покупала мне еще мужчина сказал консультант берите 2 они вам пригодятся я такая да ладно типа одной хватит зря за 1000 рублей брала за 1000 когда она уже везде стоило две с половиной я нашла за тысячи медиамаркет что назывался магазине не помню вот с этим нас уже чесночком вот короче будем ждать и потом он наверное давайте в конце покажем что же у нас там такая за вкусняшка получилось покажем концерт да да честно говоря немножко устала стала стоять хочу немножко отдохнуть потому что было очень тяжело вести мне коляску вроде бы дима у меня не поправляется 14 килограмм он весит уже два года мы не можем поднять вес но коляска реально тяжелое было ощущение как будто я не знаю там пять арбузов тащу ну наверное хотя пять арбузов как раз получается дима было очень тяжело ее тащить туда обратно обычно она легко ездить или может сама коляска просто чего-то думаю на этой коляске уже год на второй третий ездим вот короче все покажем вам в конце а я пойду отдохну уже а вы ставьте лайки 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 и пишите в комментариях что мне приготовить вместе с вами следующий раз может это вот кстати необычные очень блюдо очень очень необычная ням 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 так снова я ну что ж такое теперь меня видно так у нас уже почти она доделается прям уже осталось совсем чуть-чуть 15 минут хочу чтобы она такая была более чуть-чуть такая поджаристая такая наверно кстати надо было наверно добавить кукурузный крахмал чтобы она более избитая была а то она сейчас ее достанешь и на все ладно я добавил тут уже укропчик сейчас перемешаем у нас как раз настоялся учил что ли иногда бывает я забываю нажать кнопку что-то интересное вот сейчас меня звонили из мтс у меня вообще билайн звонили из мтс и сказали что мне мтс банк одобрил кредит я вообще никуда не подавала никогда с этим кредитами вообще просто достали попасть наверно пытаются вдруг у человека нету денег и они как раз в этот момент позвонят и честно что в классных раз нам нужны деньги купить дима нет вот видимо там человек появляется да деньги срочно нужны они как раз в этот момент попадают звонят и там все супер например он соглашается короче так и мы сейчас с вами делать чай чайник у меня еще не скипел потому что я жду духовку только потом я включу чайник чтобы у меня на всякий случай не выбило пробки ну мало ли у нас такой заваршник офигенный мне очень нравится мне нравится кстати что он с розочками есть вообще хотел купить а там был какой-то шалфей что ли нарисован но папа говорит шалфей это как-то по-деревенски а вот розочка это очень классно мне папа его подарил вот когда мы ходили с папой за покупками капупками покупками и потратили с ним пятьдесят тысяч это есть кстати ролик я его оставлю в конечной заставке вот так в этот чай хочу добавить немножечко добавить черемоху сушеную горсточку я хочу добавить сюда сушеные яблочки я добавляю и добавлю я черный чай какой здесь у нас чай по-моему три слона чай а лимон вот или кусочки кстати есть все таки большая разница между сушилками мне допустим сушилка 250 ватт и соответственно вот она сушила лимон он черный видите а еще можно сушить что он будет желтый это более ему либо более мощная сушилка не привыкла говорить уже на камеру либо это мощность послабее надо было может быть они как поджарились там лимончики это еще по зиме сушила упала в победе за 90 что ли рублей еще пока мало да так же хочу каркаде добавить туда еще сначала ее не оценил у них все тоже был обзор стоила на рублей 25 или 45 сейчас не помню в победе первый раз я не оценила мне показалось это какая-то не вкусная совсем что-то такое непонятное но потом я все-таки ее оценила мне понравилась она она отличается по цвету немножечко вот более натуральный я и сюда кладу в этот мешочек чтобы знать как она выглядела а это вот другой черный чай с ароматами всякими всякими у нас был просто значит это черный чай трясла нас скорее всего и нет так и хорошо конечно сейчас добавить еще что-то еще здесь довольно маловато но наверное на вечерок нам хватит кстати пахнет ароматом довольно пахнет ароматом еще ничего не видеть там не знаю может сейчас я еще чем-то добавлю а еще добавлю кочерыжку от яблочек вот такие еще сушу я же экономная я очень экономная и посушить кочерыжечку от яблока или от груши я сейчас не помню мне обязательно мне обязательно это надо делать мне это надо сделать обязательно нет вам это яблоко точно это не груша яблоко нет она не обгрызанная а на это да еще конечно я хочу посушить абрикосы как-то несколько лет назад я сушила абрикосы свои домашние сосеты дала по-моему Их сушила. Я чуть-чуть не сушила. Попробовать. Получилась курага. Обалденная. Она была такая ароматная. Она была невероятно просто ароматная. Не та, которую мы покупаем на рынке. Это совсем другая. А это был совсем другой вкус. Вот своя домашняя. Я хочу в этом году тоже. Но что-то я не могу никак абрикосы найти. Не просто крупные. Желтые. Не пойми какие абрикосы. А именно такие домашние. Мне кажется, они, наверное, плохо в этом году плодили. Так. Все. Давай. Мы с тобой сейчас еще, может быть, мят добавим? Куда? Туда. Ой, нет. Тут еще не убрато. Ручка стоит тут. Кто? Еще такие как чай. Всякие там безобразия. Всякие хулиганства. Всякие там после свекрови мне приходилось убирать. Я еще не все перемыла. Еще не испуханный гарнитур. Перемыла после нее. В одном месте я перемыла где-то. Она умудрилась поставить какую-то грязную тарелку прямо в чистый шкаф. Да. То есть, вы видите, у меня шкаф. Вот они видно. Вот тут вот. Выше. Видите, они светлые. И полки у них внутри тоже светленькие. Видно меня. Полки внутри светлые и все видно. И то есть, если их открываешь не за ручки, там тоже грязь вот эту все видно. И это, честно говоря, просто ужасно. Здесь вот вообще, кстати, шкаф. Я открываю шкаф. И слышу, что-то сдвигается. И я так голову поднимаю. И мне летит грязная чашка на голову. Это было, я не знаю, это было, это было что-то. Я очень сильно разозлилась. Оно было грязно, что-то там было наляпано. Не знаю, это кошмар. Да, кстати, я еще, знаете, что хочу. Я еще хочу добавить. Сейчас мы понюхаем, не продул он там у нас. И застрял. Нет, не продул. Здесь у меня мед. Кстати, как помыть банку из-под меда. По-моему, даже не знаю, есть или нет у меня ролика. Залить горячую воду. Закрыть крышечкой. И все. Я хочу еще залить ее туда. Вот. Эту ванночку помоем. Посудомоечная машинка, наверное, я думаю, скоро приедет. Зачем хоть если ее залить? И потом еще сверху добавим кипяток. А, еще знаете что? Купила я у бабушки. Как всегда. На рынке зверобой. Не знаю, зачем он мне нужен. Она сказала, что чай пить из него можно. Вот. Я еще где-то услышала, что его добавляют в чай. Или прочла, я сейчас уже не помню. Была в магазине, по-моему, там было написано, что зверобой добавляют. И я добавляют. И я добавляют. Но пахнет он, кстати, как будто укропом. Что-то выпало там, да? Давайте его, наверное, тоже попробуем добавить. Чуть-чуть. Зря, наверное, я его купила, мне кажется. Не знаю. Честно. Может зря. А может мне напишите в комментариях. Потому что зверобой я никогда не добавляла. Душицу, да. Душицу я обожаю. Мне нравится, как она пахнет. Мне очень нравится. Вот. Здесь уже начинает все потихоньку завариваться само по себе. Сейчас мы будем ставить чайник. У нас там водичка налита. А, уже подготовилась. Все. Включаем чайник. Включаем чайник. Включаем чайник. Сейчас мы приготовимся чуть-чуть. И я вас снова включу. Так, ну вот смотрите. Такая вкусняшка у нас получилась. Перчик разрезанный под соусом. Рис. И немножечко бульончик. Кстати, бульон очень вкусный. Здесь у меня также рис. Два перчика. Мясо. И наши зразы. Вот такая она. Получилось очень много сока. Сока я чуть-чуть ее повернула. И там сок вылился прямо в духовку. Но я вспомнила, что у меня там какой-то есть пар моется. Которые духовка. Что-то надо почитать на эту тему. Дима сидит, ждет. Ты руки поймал? Да. Ставьте лайки. Лайки покажи. И чай. Смотрите, как он. Видите, классно выглядит. Да? Да. Все. Пожелайте нам приятного аппетита. Сейчас мы ее скоро будем резать. И вам покажем, какая она получилась у нас внутри. И насколько она вкусная. Так. Ну вот, смотрите, какая она у нас вкусная. Сейчас мы, наверное, порежем где-то посерединке. Повернем. Она еще горячая. Но нам не терпится попробовать. Да, Дима? Ой, она прям мягкая. Мягкая, мягкая, мягкая. Не знаю, как я буду ее доставать. Даже не представляю. Все-таки, да, наверное, надо было добавить немножко муки. Для вязкости. Так, надо еще лоб вилками взять. Двумя разными вилками. Одна у меня золотая, вторая не золотая, радужная. Хочу, чтобы получился прямо полный кусочек. Вот. Опа. Ура! Видите, сколько там бульона? Видно вам? Вот что получилось. Что-то там шлепнулось. Что-то там шлепнулось. Вот такая, кстати, вкусняшка получилась. Нежненькая. Красивенькая. Ты будешь? Да. Сейчас мы достанем еще и Диме. Ты же наелся? Я еще чуть-чуть. Я вот столько бобов вывел. Ой, ой, падает. Кто падает? Немножку твою забери. Сейчас еще будем с вами чай наливать. А куда? Ой, я тебе чуть-чуть без яичка досталась, что ли? А куда убрать-то? Держи пока. А где яичко? Я устала. Ну, тут уже ладно. Яичко. С яичком хочешь? Да. Отсюда бы достанем яичко. Вот. Ложкой, что ли будешь есть? Ну, с гилкой. С гилкой? Да, вот он. Так, ну и, конечно же, наш любимый соус. Ну, кстати, у мамы было на самом деле очень много. Она более была такая плотная, прям сбитая. Наверное, все-таки, да. Я делала первый раз в жизни. Вместе с вами специально. Включила камеру, чтобы вместе с вами сделать. В следующий раз я спрошу у мамы рецепт. Потому что я маме вообще не рассказывала, что я ее собираюсь готовить. Вот. Что мы сметану не доедим? Что сегодня? Давай ее доедим, что ли? Тут осталось вообще ни о чем. Давай, главное, пробовать ложечкой. Не, гилкой. Неудобно, Оскар. Так, и наш драгоценный чай. Что же у нас там за чай такой получился интересный? Я думаю, что он уже заварился. Ай, горячий. Еще надобавок и полный. Сейчас мы помешаем там. Белок у меня навалом. А ложки заканчиваются и все. Хотя их каждый по 12 штук. Непонятно, почему он не заканчивается так быстро. Так, сначала маленькому денечке. Цвет такой мутноватый. Потому что там мед. Да, нам придется разбавить немножко. Желко, что льда нету. Лед у меня был. Пришлось его вытащить. Заморозилки. Потому что свекровь привезла такую вот огроменную чашу. С таким маленьким кусочком фарша. Я говорю, ну вы хоть мешочки бы привезли. В контейнере удобнее. И пришлось мне там этот лед вытащить. Чай вкусный. Такой у меня получился. Я разбавила водичкой фильтрованной. Короче, такая у нас с вами получилась вкусняшка. Готовьте вместе со мной. Пишите в комментариях, что еще приготовить. И мы вместе с вами приготовим что-нибудь необычное. Что-нибудь вкусное. Дима, ты весь перемазался прям. Кто? Кошмар. Зима просто он уже весь перемазался. И тебе еще надо мыть. Вот. Готовьте вместе со мной. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что я сделала неправильно. В этой зразы непонятной. Подписывайтесь, да. Ставьте лайки. Помидорка. И всем пока-пока.